Расслабление ванной. Казалось, что может быть проще? Маленькое помещение, в которое мы приходим только помыться. Но что нужно для того, чтобы помыться? Мочалка, мыло? Да? Ну, конечно, нет. Особенно нам, девочкам, нам обязательно нужны какие-то шестиступенчатые системы ухода за собой, чтобы почувствовать, что мы прекрасны, что мы королевы. Но на самом деле, я хочу вам открыть страшную тайну, что наша красота и ощущение себя королевой совершенно не зависит от кремов, тоников, каких-то сложных систем ухода за собой. Наша красота зависит от здорового питания, от количества воды, которую мы пьем, от образа жизни, ну и от ген, конечно же, куда же без них. Поэтому сегодня я приглашаю вас предвзято посмотреть на наше хранение в ванной комнате, на то, что там есть, и поучаствовать в моем супер мотивирующем шоу по расслаблению. Кстати, всем привет! Меня зовут Саша, вы смотрите Деньги к минималистке. Уже первый шаг пройден, и мы с вами разобрали все на кухне, организовали так, как нам нужно. И я очень рада получать комментарии ваши под своими видео. Спасибо, что вы вместе со мной расслабляетесь в данную минуту. Если вдруг вы еще не приступали, то я вас призываю присоединиться в наши стройные ряды. Давайте приведем наш дом в порядок и успеем это сделать до Нового года. Не надо ждать 31 декабря, чтобы очистить свой дом. Давайте сейчас подготовим и уже сейчас наслаждаться жизнью, а не когда-то там в будущее. И спасибо огромное за ваши комментарии. Мне очень интересно их читать. Мне нравится, что вы делитесь своими успехами, своими находками. Мне очень нравится, что у моих зрителей есть отличное чувство юмора. К примеру, вот от этих комментариев я прям посмеялась. Спасибо, друзья, вам огромное. Ну а мы наконец приступаем к ванной комнате. Чтобы быстро и наиболее эффективно расслабить ванную комнату, первым делом мы все оттуда выносим. Абсолютно все. Мы освобождаем все ящики, все полочки. Посмотрите, что стоит у вас под ванной, если там вы какое-то хранение держите. Можете даже снять что для ванны. Тем самым у вас лично сейчас есть мотивация забросить ее в стиральную машину, если она у вас многоразовая. И пусть она стирается, пока мы с вами займемся расслаблением. Итак, мы все полностью вынесли из ванной. Теперь давайте вымоем нашу ванную, вымоем сантехнику, вымоем полы и посмотрим свежим взглядом на нашу ванную комнату. Какая она, когда не заполнена всеми этими многочисленными средствами по уходу за собой. Как она выглядит? Какие у вас ощущения, находясь в этой свободной чистой ванной? Возникает ли у вас желание что-то добавить, что-то изменить, что-то переделать? Думаю, что нет, если только ваша ванная не остро нуждается в ремонте, как моя в данную минуту. Теперь зафиксируйте вот эту картинку свободной, чистой, незахламленной ванной комнаты. Представьте, как вы утром встаете перед зеркалом в этой свободной чистой ванной и смотрите на себя в свое отражение. Вы включаете воду и вам хочется просто набрать в ладошки немного воды и сбрызнуть ее на лицо. Ведь так здорово, правда? Что еще нужно, чтобы зарядиться бодростью на целый день? Ах да, забыла, нужны же шестиступенчатые крема, тоники, скрабы. Да, я помню. Обязательно скрабы и маски еще не забудьте. Ну давайте теперь тогда перейдем к ним. Теперь посмотрим на все, что жило в нашей ванной комнате до этого момента. Давайте переберем. Почему так важно вынести все из ванной комнаты? Дело в том, что если вы будете прямо в ванной комнате находясь перебирать каждую вещь, у вас будет больше соблазн оставить ее. Потому что, ну знаете, хлам притягивает хлам, и вот эта умывалочка без вот этой масочки вроде теряет смысл. Нет, давайте все-таки выйдем из ванной и посмотрим на все это вне вот этой вот атмосферы нашей. Теперь, друзья, давайте выполним интересное упражнение. Возьмите листок бумаги и начертите две колонки. В первой колонке укажите процедуры, которые вы совершаете ежедневно по уходу за собой, за своим телом. Это может быть умывание, бритье. Только прошу вас не лукавить и не писать те процедуры, которые бы вы хотели сделать, но которые вы ежедневно не делаете. Теперь, когда мы это написали, во второй колонке давайте напишем, что нам нужно для совершения этих процедур по уходу за собой. Ну, к примеру, если вы написали там бритье, да, напишите станок и пена. Пишите все, как есть у вас. Я думаю, у каждого из нас свой индивидуальный подход к уходу за собой. Не забудьте написать про зубную щетку и зубную пасту, потому что это самое простое, но про него можно забыть. Теперь вернемся к первой колонке. Давайте подумаем вот о чем. Насколько те процедуры, которые мы совершаем изо дня в день, оправдывают своим результатом все действия, которые мы совершаем. То есть вы действительно заметили разницу между тем, какая у вас была кожа до покупки нового крема, да, по уходу за собой, и тем, какая она стала спустя месяц использования этого крема. Действительно ли вы видите разницу? А вот это мицеллярная вода. Она действительно так хорошо удаляет макияж? Или вы потом еще все смываете обычным гелем для умывания? Быть может вы давно сменили бритье на депиляцию, и может у вас уже нет необходимости держать станки и пены дома. Если вы что-то вычеркнули из списка, я вас поздравляю, вы более осознанно стали подходить к процессу года за собой. Если же у вас в списке все осталось, и вы понимаете, что это вам нужно и просто необходимо, я вас тоже поздравляю. Таким образом мы сразу с вами отобрали категорию нужное, то, что останется в нашей ванной. Теперь давайте отберем то, что не нужно, и то, что не нужно, но жалко выбросить. Для этого предлагаю также использовать две корзины. И теперь берите каждую вещь и оценивайте ее. Почему она у вас? Может быть это какие-то образцы, которые вы получили бесплатно в магазине, и тоже не уверены, что они вам подходят. На выброс однозначно идет все то, у чего истек срок годности. Пожалуйста, обратите внимание, что вы на себя наносите. Если у вас в ванной находится декоративная косметика, обратите внимание на тональные основы, которые у вас есть в косметичке. Возможно, у них уже давно истек срок годности, но так как ее много, вы также ее до сих пор держите у себя, жалея и боитесь выбросить. Но лучше позаботьтесь о своей коже, чтобы на нее наносился только свежий продукт. Если какие-то предметы вам не подходят, то не бойтесь от них избавляться. Если вам не нравятся духи, которые у вас есть, смело их отдавайте, либо выбрасывайте. Если вам не подходит шампунь, если он вызывает первый, то же самое, отдаем или выбрасываем. Третьего не дано. Просто если вы не можете прямо сейчас взять и бросить полный тюбик шампуня в мусорку, положите ее в коробочку отдать. И просто, когда к вам в следующий раз придет подруга или мама, предложите это. Либо вы можете поставить пока эту коробку, но только где-нибудь на видное место, можете в коридоре. И каждый раз, когда вы будете мимо нее ходить, смотрите и пусть она вас раздражает. В общем, не надо только все это отселять обратно. Лучше это все отселить тогда на улицу к мусорным бакам. Кстати, еще бывает такое, что мы можем что-то заменять. И когда еще не закончилось прошлое средство, покупать уже новое и пользоваться им. А вот это недоиспользованное количество какого-то средства по ходу за собой также болтается у нас в шкафчике. Выбрасываем смело, не жалейте. Не надо. Это все такие копейки. Если вы это не можете доиспользовать прямо здесь и сейчас, сегодня, то выбросьте. Вы даже не вспомните про эти 3 мг, мл или что-то, которые вы не использовали. Старайтесь держать одну единицу продукта по уходу за собой в определенной категории. То есть, одну шампунь, один кондиционер, один крем, один крем для век, один скраб, одна маска. Это все должно вам идеально подходить. Если вам подходит одна маска идеально, зачем вам еще 10? Да, я знаю, есть такие девушки, у меня тоже есть подписчицы, которые просто фанатеют от покупки многочисленного количества геля для душа, разные ароматы, скрабы. И всем этим пользуются, по крайней мере, по их словам. Ну, мне кажется, в таком случае это скорее исключение из правила, что человек действительно скупает все, всем постоянно, каждый день пользуется. И все ему нравится, да, на здоровье. Так и делайте. Если вы из этой категории, я совершенно вас не принуждаю что-то менять. Но если все-таки для вас вот эта свободная, просторная ванная, которую мы создали, благодаря тому, что мы все оттуда вынесли, мы ее вымыли. Если вам более приятно в ней находиться, чем когда она составлена миллиардом уходовых средств, то тогда просто сократите количество всего того, что занимает все это свободное пространство. Даже если вы любительница большого количества уходовых средств, я прошу вас все равно вынести все, что есть в ванной и посмотрите на свою ванную новыми глазами. Потому что если вы этого не сделаете, вы просто себе не даете выбора, вы сразу, вы не знаете как по-другому, вы знаете только жизнь вот с большим количеством вещей. И чтобы понять, что да, это действительно делает вас счастливым и не что иное, попробуйте с чем-то это сравнить. Просто вынести это все из ванной и посмотрите на чистую, просторную ванну. Если даже после этого вы решите все оставить, что значит вы счастливый человек и действительно держите у себя только то, что делает вас счастливым. Я все равно уверена, что большинство из нас не получают удовольствие от 10 гелей для душа сразу. Я думаю, что достаточно иметь один, но самый любимый и при этом свободное пространство в ванной. Я думаю, что это принесет не меньше счастья, чем обладание 10 гелями для душа. Не забывайте, что на нашу красоту мы больше влияем изнутри, чем снаружи. И подумайте еще раз о своем образе жизни. Что вы можете изменить, как вы можете улучшить и помочь себе выглядеть более бодрым. Подумайте, что вы можете изменить в образе жизни, в питании. Может быть, можете больше пить воды, большее количество времени отводить на сон и меньшее на сидения в соцсетях. И тем самым вы будете влиять на свою кожу, на свой внешний вид ничуть не менее эффективнее, чем если купите еще раз очередной какой-то крем или маску. Пожалуйста, напишите в комментариях, что для вас ежедневный уход за собой, какие процедуры вы совершаете и сколько у вас этих пунктов. Друзья, вышло солнце и вот такая засвеченная я хочу объявить рубрику Know How. А Know How у нас сегодня будет вот от привидения, без носа. Ну, друзья, я уже несколько раз меняла настройки камеры и солнце то выйдет, то зайдет, поэтому картинка такая меняется. Итак, Know How у нас сегодня будет точно такой же, который мы совершили в кухне. Мы с вами отклеим этикетки от всего, что осталось у нас в ванной комнате. Это будет очень интересный опыт, потому что мы избавимся от информационного шума, который есть на всех тюбиках по уходу. Вы можете, если переживаете за сроки годности или за то, что не помните, что за средство остается у вас в тюбике, вы можете написать сами маркером или приклеить небольшую бумажку на дне бутылки или флакона, что это, как использовать, сроки годности и тем самым подглядывать, когда вам действительно это нужно. Но в большинстве случаев, я думаю, что мы по цвету, по форме все равно знаем, где у нас шампунь, где у нас бальзам, где у нас скраб, где у нас гель для умывания, как все это использовать. Ну, извините за пересвет. И это поможет не только разгрузить наш мозг и не отвлекаться на все эти надписи рекламные, которые есть на тюбиках и бутылочках, но и также это поможет превратить нашу ванную комнату больше в похожую на спа-заведение, где в красивых каких-то безымянных упаковках находятся уходовые средства. Кстати, вы можете и купить одинаковые бутылочки с дозаторами, перелить туда свои уходовые средства и уж точно подписать донышко, чтобы не забыть, что там. И тем самым вы свою ванную комнату еще больше приблизите к идеалу. И теперь, когда мы подчистили все то, что оставим в своей ванной комнате, давайте разделим это по категориям. Организуем хранение. У меня на канале есть несколько видео про организацию хранения в ванной комнате. Вся эта организация в основном базируется на разделении предметов, которые я там храню, по категориям. То есть, если вы храните в ванной комнате средства по уходу за ногтями, лаки, жидкость для снятия лака, ножнички, пилочки, то все это лучше положить в один небольшой органайзер. Вы его можете на первое время сделать даже из пластиковой бутылки. Если у вас есть какой-то специально отведенный органайзер для этого или корзиночка, то замечательно используйте ее. Также в отдельные секции можете положить уходовые средства за лицом, за волосами. И таким образом, когда вы делаете ту или иную процедуру, вы просто достаете из скрытого места для хранения нужную секцию и используете ее. И точно так же потом ставите на место. И тем самым вам легче поддерживать порядок в ванной комнате. И визуально у вас все поверхности свободны. И, друзья, я все-таки сетую за скрытое хранение в ванной. Если у вас есть открытые полки, то хотя бы поставьте на них корзины или какие-то непромокаемые короба, чтобы скрыть все равно от глаз многочисленные разноплановые предметы. Это на тот случай, если вы хотите, заходя в ванну, наслаждаться видом ее. Что ж, на сегодня это все, что я могу рассказать о расслаблении в ванной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам мой марафон и какие зоны вы бы еще хотели расслабить у себя дома, о чем бы вы хотели поговорить. Мне очень интересно читать ваши комментарии. Спасибо, что вы со мной. И я хочу напомнить, что вы можете выиграть органайзер от меня, который уже совсем скоро я покажу в одном из своих видео. Для этого вам нужно будет пройти по ссылке в описании. Там будет видео с подробными условиями об участии в розыгрыше. Мне будет очень приятно, если органайзер достанется моим постоянным зрителям. Поэтому не поленитесь, условия очень просты на самом деле. И также хочу сказать, что в этом шоу «Новогоднее расслабление» будут принимать участие еще другие блогеры. Их целых 10, представляете? И двоих вы уже видели. И в ближайшее время я готовлю выпуск с уборкой и расслаблением еще от двух блогеров. Поэтому не пропустите, подписывайтесь на мой канал. Всех целую. Ваша Саша. Удачи!